Добрый день. Меня зовут Алексей Дубов. Я представляю отдел Apple. Есть отдел, который занимается дистрибуцией техники Apple. Сегодня мы вам покажем новинку. Это iPad Pro, который вышел буквально пару месяцев назад. Он уже у нас есть, он уже есть в продаже. Почему мы про него говорим? Потому что, во-первых, вы знаете, что мир движется в сторону мобильных решений, мобильных устройств. И iPad Pro в первую очередь, ну и вообще, с линейкой iPad лучше всего подходит для работы с каторскими приложениями. Ребята сейчас покажут именно непосредственно, как это работает. Этот планшет имеет большой экран 13 дюймов, огромное рейтинное разрешение. Поэтому открывает даже и очень мощный процессор, который приближается к мощности настольных решений. Поэтому, когда вы открываете большой проект, чертеж, какую-то сложную 3D-модель, вы видите эту самую высокую детализацию, которая возможна. Вы имеете возможность пальцами управлять ей, скролировать, приближать, вращать. Вы можете использовать вот такое волшебное устройство, как Apple Pencil, которое позволяет рисовать прямо по экрану. У него там много интересных особенностей. Не как у обычного стильуса. Если будет интересно в конце, сможете подойти попробовать. Не буду долго занимать ваше время. Передам ребятам планшет на демонстрацию. Спасибо. Ну, мы вначале рассказывали про скационарные решения. Потом немножко показали, что есть возможность попадать в облаке. А вот сейчас, вообще оторвавшись от своего рабочего места, спокойно я отошел. Как раз к вопросу возвращаясь о мобильности, о возможности посмотреть модель кому-то из ваших партнеров, заказчиков и так далее. Вот, пожалуйста, Autodesk 360. Сюда загружена, опять же, уже известная вам модель здания, которую мы сегодня не раз показывали. Вот она прекрасно смотрится, крутится. Но это не просто, опять же, картинка, 3D-модель, которую можно покрутить, повращать. Что мы можем сделать еще? Мы можем открыть список листов оформленных и посмотреть реальную рабочую документацию со всеми аннотациями, выносками, размерами и так далее. У нас смотрится, что загружена облака и доступна со всеми аннотациями. Вот это что касается Autodesk 360, который является просмотрщиком. Так, теперь посмотрим решение, которое у нас дублируют в облаке и в мобильных приложениях. Это BIM 360. Вот, опять же, знакомая панель, если я открывал эту модель, к вам. Здесь мы можем тоже посмотреть из разных ракурсов и в режиме реального времени, как в Паузе для BIM 360 плюс, обсуждать с коллегами какие-то изменения. Вот, у меня появилось оповещение, что только что я внес какую-то пометку вокруг и так далее. Вот, например, есть удобная функция, которая позволяет замерить кратчайшее расстояние между двумя объектами. То есть, чтобы вы не сдвинулись там случайно, получить именно максимально точные данные. Так, ну давайте теперь Владислав сейчас к нам просто готовит параллельно выводное печать, я открою никого отца. Существует информационный удаст для всех этих приложений одно или же? То есть если мы называем АТО 360, то это изби-либо в какие-то данные. Изби-либо в какой-то данные. Ну, смотрите, в общем есть, да, это одна информационная среда, называется AutoDesk 360. Туда входит просмотрыщик, туда входит блю 360, облачная визуализация, потом инфра-оркс 360. В принципе, вот этот единый сторож вашего аккаунта, из него будет доступна работа со всеми этими различными приложениями. Тренин открывается и ДВФ тоже открывается, или открывается и ДВФ? Открывает и ДВФ. Просмотрыщик, смотрите, просмотрыщик Autodesk, он открывает тоже порядка 50 различных форматов, и даже те, которые были сделаны не в автотеске. То есть, например, если есть у вас там Solidworks, какие-то, может быть, On-Plan, Bentley, ну, в общем, очень много разных форматов. Открываем модельку Инфра-Локси. Субтитры сделал DimaTorzok. И здесь можем наблюдать ту же самую картину, которую видели при демонстрации моего коллеги. Те же все данные, которые получены были с помощью конструктора модели, сформированы по GIS-данам и данному графической карте. Все они доступны для просмотра на планшете. А есть решения марка? Скажите, для марк-продуктов и стационарных? Для марк-продуктов и стационарных есть карелек решения. Можем вам надать его. А также есть возможность через виртуальную машину установить решения на решение. Практически не надо. А марк-продуктов или вверху чуть-чуть? Ну, как бы, в ту сторону, а там будет? Есть, точно есть автокап. Есть такая программа, как матбокс, для формирования цифровой скульптур. Летний, можно там что угодно заработать. Ну, еще порядка 10-10 решений. Тих, которые уже налаштували беспосредельно под марк. Ну, с виртуальной машиной практически можно поставить любое приложение, которое, понимаете, естественно, что минусом является уменьшенная произведительность. Но вот я сам лично настраивал на таймаке, на нашем большом, знаете, наши вот такие десктопы, с высокой, у которых монитор высокой плотности, как один финиш на последнее, ну, реки на дисплей. Настраивал 3D-MAX через Proparvels, да, то есть, если правильно настроить все, фактически вы не будете чувствовать разницы между работой, нативные и ненативные цвета. Кроме того, там, допустим, та же программа Proparvels, ну, если там выходить в сторону, то она интересная способность имеет, она прячет операционную систему, то есть, Windows вообще не будет видна, будет работать полностью, как программка, как в нативной среде, ну, то есть, тот же 3D-MAX, если вы видите на эту программу, вот. Ну, естественно, что есть группа программ, которая работает нативно, я так понимаю, что постепенно компания движется, что, наверное, есть какой-то байтлайн по перевозу, постепенно программ. Каждая версия их становится больше, когда добавляется программа. Если то, вначале, там, в этом году поддержка вопроса не было, то сейчас там, в общем-то, просто поменялось. Еще, может быть, пару слов, если вам не интересно. Как только мы переходим на мобильное устройство, очень важным вопросом становится безопасность, да, безопасность информации, там, данных. Мы занимаемся внедрением, в наших отделах занимаемся внедрением сложных корпоративных решений на мобильное устройство. Существует система удаленного управления, МДМ, айпадов, айфонов, айфонов, когда можно удаленно полностью, практически полностью контролировать устройство. Можно блокировать работу камеры, блокировать работу приложений каких-то, нужно управлять, видеть, где расположены кувьеры, прораб, кто угодно, в данный момент времени, разрешать или позапрещать работу с какими-то файлами, программами. То есть, это тоже возможно, поэтому, если будут вопросы какие-то, обращайтесь. Сейчас у нас такое здание вспомнилось. Дмитрий откалибровал компас и акселерометр планшета, для того, чтобы, там есть возможность как бы встроить модель в текущее окружение, и упрощая, поворачиваясь на местности... Алексей, вам поможете включить? А вы стоите сейчас? То есть, даже перед началом процесса проектирования, когда вы создали свою концепцию, выехали на местность и сможете подобрать максимально приемлемое местоположение вашего будущего. Или же в процессе как-то так что-то корректировать, смотреть. То есть, как бы наложить объект на текущую пространство, на текущую пространство? У нас законом пейзажа не подойдет? У нас не будет реальный. Я включу его. Просто просто нацепляться. Для выбитого гаджета, я могу вам дать достаточно, кукраемый пакетом купить? Да. Ну, это взагалей, оно и хмарное, и мобильное, оно и дает полностью. Какие-то еще, может, вопросы по мобильным устройствам, по iPad? Ну, ну, это как-то такой смертный. Это какой-то заготовый промышленный такой смертный. Ну, например, можно вот так сделать их, но не важно. Но это приводит. Ну, это работает не так. Попробуйте запустить делать проект на локом. Это тебе надо сделать! Это следует. Сначала, что вот производительность вот этого планшета, он вам аналогов не говорил. Тогда вы попробуйте запустить на нём этот проект. Вы посмотрите, и вы посмотрите ранее. 366 SSD с i7 PC? Ну, давайте сравним. Давай. Ну, давай. Есть баллы? Сколько? 356. 356. А? 366. Ну. Это только 2000. И как вы условно вам? Да. 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 По вартости? По вартости? Ну, нужно конкретно поддавиться и по Крымам. Плюс-минус. Ну. Такая самая вартость с пакетом для того, что есть. Скажем. Прессу, святой, дюршу, 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 дюршу. Да. Такая самая вартость с урієнтовой для технических дюршу, 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 стаціональность. По-первыху. Ну, приблизно. Может, трошки меньше. Да, я думаю. Такая самая вартость с урієнтовой для технических дюршу. А також зараз я пропоную еще таке решение. Якщо есть желающие, я могу надать шаблоны по ревиту по архитектуре, конструкциям и внутренним мережам. У меня зараз они есть в обувице. Якщо я у вас даст флешка, то можно коэфферентурить. На базе этих шаблоков можно будет в автосуалитесами. Все шаблоны не волнует. А церезь, шутка.